Сегодня из Мурманска в первый в этом сезоне туристический рейс на Северный полюс уходит ледокол 50 лет победы. Но в какой-то мере это начало конца большой истории любительских экспедиций в Арктику. Уже совсем скоро Атомфлот целиком и полностью переключится на обеспечение нефтегазовых проектов. О людях, бывавших на макушке планеты десятки раз и о тех, кто стремится побывать там впервые, расскажем далее. Капитан самого мощного и самого большого атомного ледокола 50 лет победы потерял счет тому, сколько раз он был на макушке нашей планеты. Сам Валентин Сергеевич предпочитает отдых на теплых морях и чувство крепкой земли под ногами. К туристам на своем судне, следующим в регион вечной зимы, относятся как к хорошим знакомым, но не перестают дивиться одной повторяющейся причуде. Большая часть туристов уже имеет свои GPS-навигаторы и проверяет, так сказать, контролирует. На самом деле мы туда приехали, чтобы не было никаких недоразумений. Поэтому единственные возникают вопросы, что у нас антенна по центру, они там с правого борта, с левого борта или на баке, поэтому показывают у них погрешность, эти там 30, 40, 50 метров. Ну, мы говорим, все под антенну, и тогда наши ноли совпадут с нашими. Впервые в этом году туристическую экспедицию на Северный полюс отправится 121 человек. Сегодня это в основном иностранцы из разных уголков света – Азии и Европы. Стоит такой тур от 23 тысяч долларов, ну а самый дорогой билет может перевалить и за 40. Причем многие пассажиры ради того, чтобы исполнить свою мечту, откладывали деньги на это путешествие долгие годы. Побывать на Северном полюсе – это мечта каждого. Мы долго копили деньги, чтобы приехать сюда. Во-вторых, мы слышали, что это один из последних рейсов ледокола «50 лет победы». К тому же летнее время – это лучший сезон для путешествий на север. В будущем году ледокол Атомфлота действительно совершит свои последние туристические рейсы. Хотя эта сфера стоит на четвертом месте по доходности, сейчас наиболее важным является обслуживание нефтегазовых проектов. Одним из таких является Ямал-СПГ. Но не стоит забывать и про планы Роснефти по освоению шельфа. В этом году будут проводить первое бурение. Из-за растущего транспортного потока в компании серьезно задумываются о вводе в строй атомохода «Советский Союз», который уже несколько лет стоит на приколе. У нас сейчас мы в эксплуатации четыре ледокола в резерве «Советский Союз». Правда, у нас есть любимая шутка, что мы «Советский Союз» будем восстанавливать к 7 ноября 2017 года. Что, кстати, истинная правда, предварительно так и выглядит. То есть востребованность ледокола будет на 2018 год. Ну а пока туристам волноваться не о чем. В этом году с июня по август 50 лет Победы совершит пять круизов к Северному полюсу, каждый из которых длится 11-12 дней в зависимости от состояния льдов. Помимо фотоохоты на моржей и белых медведей, на Северном полюсе самые теплокровные могут окунуться в прорубь. Туристы ступят на землю Франца Иосифа, мыс Норвегия, где после неудачного похода зимовал известный покоритель Севера Фритьев Нансен. При этом все удобства, в том числе экскурсии на вертолете и полное обслуживание внутри судна прилагаются. В первую очередь это обслуживание в каютах, вот, то есть уборка, приборка, ну и общение с ними должно быть тоже с туристами. Им очень интересно, многие русского человека видят в первый раз. Надо, так сказать, показать действительно, что русские люди, это, в общем-то, к сожалению, сейчас в мире впечатление русских, это медведь на велосипеде с бутылкой водки, а здесь они видят, что это не так. 50 лет победы вернется в Мурманск уже 1 июля и сразу повезет на шапку мира следующую партию туристов. К слову, на полюсе уже побывало более 10 тысяч человек, многие из которых настолько очаровались притягательными красотами Арктики, что повторили экспедицию несколько раз подряд.